МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Калмыкии, Якутии, Китая и Монголии вновь в эфире. Это программа «Середина земли». В студии для вас работает Юлия Пермякова. И сейчас я познакомлю вас с новостями Бурятии за минувшую неделю. Здравствуйте! Производство дронов, центры обучения, аэропорт и новые трамваи. На днях в Улан-Удэ побывал полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. В МУП управления трамвая ему показали один из двух новых богатырей, которые пришли в Улан-Удэ. Экскурсию проводил лично мэр столицы Игорь Шутенков. Понравился ли полпреду общественный транспорт, а главное, когда новые вагоны выйдут на улицы города, мы расскажем в следующем материале. До приезда полпреда президента России Юрия Трутнева пару минут. На предприятии все готовы, как и новый двухсекционный трамвай «Богатырь». Его специально выгнали из депо. Мэр Улан-Удэ лично проводит экскурсию для журналистов. Посмотрите на расположение сидений. Вот в заднем вагоне обычно ездят молодежь или мужчины. И здесь расположение сидений вот такого десантного типа. «Богатырь», как и «Львенок» – низкополый. Полвагона и сами остановки находятся на одном уровне. Когда мы приобретали «Львята», мы уже готовили наше рельсовое хозяйство для того, чтобы использовались именно такие вагоны. А «Богатырь» – это практически модификация «Львенка». Только почти в полтора раза больше. Силовая подстанция, тяговые подстанции и рельсовое хозяйство у нас приведено на мотивное состояние. Новый двухсекционный трамвай «Богатырь» ждет своего часа. Скоро он и его брат-близнец, который уже прибыл в депо, выйдут на улицы столицы. Они помогут разгрузить пассажиропоток в час пик. Такое важное приобретение не осталось без внимания полпредпрезидента России в ДФО Юрия Трутнева в его рабочий визит в Улан-Удэ. Как там? У нас тут 3 минуты. Хотим выразить слова благодарности, Юрий Петрович, за такого красавца. Первый «Богатырь» пришел. Мы эксплуатируем 15 ребят. Себя хорошо зарекомендовали. Вместе с главой «Бурятии» и мэром Улан-Удэ Юрий Трутьев осмотрел новый трамвай. Первым делом спросил мнение у водителя. Как машина? Хорошо. У вас есть уже такие? Первый. Это первый? А как будете учиться? На львенке ездили здесь. Примерно тоже с трамвай. Понятно. После полпреду рассказали о его преимуществах. Трамвай от того же производителя, что и львенок. Поэтому проблем с обслуживанием не будет. Водители все знакомы. То есть, в принципе, кабина один в один, точно такая же, как нарядок. То есть, только длинный? Только длинный. Почти 200 человек. Далее прошли вдоль вагона, чтобы оценить его размеры. Там уже назад. А внутри уже меры безопасности и способы оплаты. Билеты сразу выбрасывают. И стоит 12 камер. Внутри и по окружности. Уже за этим не проехать. Стараемся так. Ну, во-первых, это и охрана. И от тесного порядка. И с охраной все мышцы. Так раз. Богатырь. Первый трамвай, который пришел в наш город после львят. Вместимость почти 200 человек. Понятно, что в час пик у нас надо вывозить из кварталов в центр города. А вечером обратно людей. И вот для того, чтобы с этой задачей справиться, были приобретены первые два богатыря. У коллектива управления трамвая была возможность сегодня поблагодарить Юрию Петровичу Трутневу за ту поддержку, которую оказывает правительство Российской Федерации, президент Российской Федерации на Улан-Удэнсо. В свой первый рейс богатыри выйдут уже в ближайшее время. Базар Ильшеев, середина земли, Бурятия. Такие события произошли в Бурятии на этой неделе. Ну, а мы передаем слово коллегам из Иркутска. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Середина земли» в студии телеканала «Аист» Москвитина Анастасия. Сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в Иркутской области за минувшую неделю. «Аист» упрощает работу и помогает спасать жизни людей. И речь не о птице или нашей телекомпании, а про автоматизированную информационную систему трансфузиологии. Она уже более 15 лет успешно работает на областной станции переливания крови. О том, как тезка нашего канала помогает в медицинском деле, расскажем прямо сейчас. Первым делом приходим в регистратуру. Оформляемся. И здесь Аист уже начинает свою работу. Информация о бывалых донорах там уже есть, а дебютантов туда только вносят. Автоматизированная информационная система трансфузиологии предназначена для ведения и функционирования базы данных донорства крови и ее компонентов организациям. Они занимаются заготовкой, переработкой, хранением донорской крови и ее компонентов. После выполнения всех необходимых процедур идем на донацию. Ну вот я и начал сдавать кровь. Через 2-3 минуты ощущения нормальные, чувствую себя хорошо. Ну а результат можно будет посмотреть сразу по двум Аистам. Перед сдачей крови на специальные мешки наклеиваются штрих-коды. А после у нашего биоматериала настоящее приключение. Маркированная кровь идет по необходимым станциям. Благодаря штрих-коду информация появляется в этой системе. После того, как мы сняли компоненты крови с фракционаторов, разделили кровь на компоненты, мы их вносим в компьютер по компонентам. Сначала эритроциты, потом плазму и лейкотромбослой. А внутри этих лабораторий материал тщательно проверяют, собирают анализы, изучают все, что есть. Наша задача – внести эти данные в базу донорства. Данные о доноре, о донации, о образцах крови, о тех расходных материалах, которые используются для заготовки, хранения, транспортировки, об условиях хранения крови и компонентов крови. Вот все, что мы вносим. И вся эта информация, она прослеживается именно в этой системе. Для определения доноров и автоматической передачи анализов к системе АИСТ подключают сразу несколько анализаторов. С помощью программы АИСТ выборковка, компоненты крови проходят в выборковку и идут дальше, поступают в экспедицию и в медицинские организации Иркутской области. И уже в конце своего путешествия по станции переливания наша кровь отправляется в морозильные камеры. Там с помощью АИСТа необходимый материал могут заметить в других больницах и забрать их для рецепиентов. Хранение плазмы до этого было сложной задачей. Ведь когда в хранилищах находится несколько тонн биоматериала, необходимый компонент порой приходилось искать несколько часов. До этого взаимодействия такого никакого не было. То есть, даже более того, в тех городах, где, допустим, есть несколько станций переливания крови, донор мог прийти, сдать, нарушая интервалы в одной станции, потом в другой станции, скажем так, хотя это бы повредило его здоровью. Сейчас это, в принципе, невозможно. АИСТ упрощает ручной труд. Кроме того, система делает легче саму логистику. Врачи видят состояние запасов во всех филиалах. Они могут своевременно осуществлять подбор доноров, делать необходимые выборки. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин. Середина земли. Это были новости Иркутской области. Передаю слово коллегам из Элисты. Спасибо, коллеги. Мы приветствуем всех телезрителей международной программы «Середина земли». В студии национального телевидения «Калмыкия» для вас работает Наталья Доржиева. Стенд «Калмыкия» на выставке «Россия» посетил министр спорта России Олег Матыцын. Он ознакомился с культурными традициями кочевого народа. Кроме того, главе Федерального министерства показали спортивные активности, которые представлены на экспозиции, в том числе и национальные. Также гостем стал герой России Батар Гиндеев. Для посетителей стенда республики он провел автограф-сессию, сфотографировался со всеми желающими и рассказал о жизненном пути. Отмечу, выставка открыта 4 ноября по инициативе президента России Владимира Путина. За это время более 7 миллионов человек стали гостями Международного форума. Это все, о чем мы вам успели рассказать. И сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Середина земли». В студии телеканала «Якутия-24» Сергей Михедов. Сегодня мы расскажем о самых заметных событиях в нашем регионе за минувшую неделю. В России началось досрочное голосование на выборах президента России в труднодоступных районах. Члены избирательных комиссий выезжают в отдаленные поселения и стойбище коневодов и оленеводов, чтобы жители страны исполнили свой гражданский долг. Первое выездное голосование прошло и в Якутии. Избирательная комиссия Хангаласского района выехала на конезавод, расположенный на островах. Подробнее расскажем в сюжете. Для работников конезавода участие в досрочном голосовании – дело привычное. Но каждый раз приезд участковой избирательной комиссии для них как небольшой праздник. Сегодня я выполнил свой гражданский долг, проголосовал на предстоящем выборе президента страны. Наша избирательная комиссия приезжает к нам, так как мы находимся в отдаленной местности. В таких мероприятиях я участвую второй раз и считаю нужным проведение досрочных выборов. Порой членам избирательной комиссии приходится преодолевать сотни километров до местности, где проживает пять, три или даже один избиратель. На острове сейчас трое работников из завода Берта. И тут у нас еще находится чуть подальше Хареллах называется остров. Там находится пять человек именно прописанных. И еще у нас есть… Вот мы должны поехать в Мандурах-Алас. Там находится двое человек. И еще Хареллах-Урах есть. Там тоже отдаленная местность. Там трое человек. И Ланка. Там один человек проживает. До 15 марта, пока не откроются избирательные участки по всей России, члены избирательных комиссий будут выезжать на досрочное голосование. Ведь при выборах главы государства важен голос каждого. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Хангалатский УЛОС. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале Якутия-24. Ну а мы передаем слово Международному блоку новостей. Добрый день. Приветствую зрителей Международной информационно-аналитической программы «Середина земли». С вами Сергей Станчик из пекинской студии телеканала CGTN «Русский». Международный рынок города ИУ известен всему миру разнообразием оптовых товаров. Он всегда работает в интенсивном режиме. Но раз в год в честь праздника весны рынок делает перерыв. В этом году после недельного отдыха 228 тысяч человек прибыли на торговые площадки, где их встретили яркой и красивой шоу-программой. Подробнее в нашем сюжете. Новогодние каникулы завершились, и Международный торговый рынок ИУ снова открыл свои двери для покупателей. Долгожданных гостей на входе встречали ярким шоу, которое включало танцы львов, пекинскую оперу и акробатические номера. В первый день работы рынок посетили 228 тысяч человек. Это то, что я искала. Просто в восторге от своих покупок. С восходом солнца торговцы начали выкладывать товары, иностранные покупатели, не теряя времени, прогуливались между рядами и выбирали то, что им нравится. Одна клиентка из Франции сделала заказ на сумму более 1 миллиона юаней, включая покупку украшений на 170 тысяч юаней у одного местного продавца. Я просто в восторге. Здесь каждую неделю появляются украшения с новым дизайном. Это всегда привлекает внимание. Хорошее начало первого рабочего дня задает тонн на весь торговый год. Бизнесмен из Индии, впечатленный спросом на велосипеды в его родной стране, купил 8 тысяч двухколесных транспортных средств в одном из магазинов ИУ. Но спрос был слишком большим, и пришлось дозаказать еще 10 тысяч, чтобы хватило всем желающим. Изначально мы купили здесь 8 тысяч велосипедов, а в этот раз берем партию побольше. Один магазин стал популярным среди покупателей благодаря зонтикам в китайском стиле. Самые ходовые модели его хозяйка теперь продает через прямые трансляции. Иностранные клиенты очень интересуются нашими зонтиками в китайском стиле. С помощью онлайн-продаж мы не только увеличиваем прибыль, но и продвигаем китайскую культуру во всем мире. На знаменитом рынке ИУ работают 75 тысяч торговцев. Сильная сторона этого места не только в товарном разнообразии, но и логистике. Местные транспортные компании быстро доставят товар в любую точку Китая и мира. В прошлом году объем внешней торговли ИУ вырос на 18% в сравнении с 2022 годом и составил 566 миллиардов юаней, или почти 80 миллиардов долларов. Экспорт увеличился на 16% и достиг 500 миллиардов юаней в 2023 году. Более 233 государств и регионов имеют сегодня торговые отношения с ИУ. В городе проживают 15 тысяч продавцов из сотни стран. Линхао, CGTN На сегодня это все. Спасибо за внимание. До встречи на следующей неделе в эфире программы «Середина земли». Редактор субтитров А.Семкин